Надежда, здравствуйте! Ваш вопрос. Девятая глава послания к римлянам. Когда Бог милует, кого хочет. И Бог сам выбирает, какую часть из этой глины оформить, то есть сделать то, что Он хочет. А остальные люди остают, остальная глина, получается, лишены этой возможности. То есть ваш вопрос, есть ли лицеприятие у Бога, есть ли заранее запланированные Божьи взгляды и понимания по этому поводу. Кстати сказать, послание к римлянам, девятая глава, если вы прочитаете ее внимательно, там есть очень интересный один, как минимум, момент. И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. И так, как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Мы остановимся только на этом, потому что о глине и об этом выборе дальше вы можете прочитать в этой же девятой главе в полном объеме. Что значит одного возлюбил, другого возненавидел, когда они еще не родились? И часто это местописание у людей встает вопросом. Дело в том, что Бог видит конец изначала. Он начальник времени. Они еще не родились, а Он уже знал их путь. Он знал, что они будут выбирать и как. И так как Исав рождается первым, и у него есть право на первородство, но у него нет отношения к первородству правильному, и поэтому Он легко пренебрегает первородством. Он пренебрегает благословениями того первородного сына, который Он и мог иметь. И поэтому пренебрежение Бог уже видел наперед. А Яков, наоборот, этого очень хотел. И потому Господь знал, что они будут вот именно такие. И исходя из этого знания, Он имел отношение к этим еще только что рожденным детям. Поэтому Он над временем и видит, какой выбор сделают люди, а не программирует этот выбор. Вот здесь разница. Тогда, когда мы думаем, что Он программирует, то это действительно тогда у человека как бы шанса нет. А просто Бог видит наперед. Это, вы знаете, как фильм, который вы сейчас можете просмотреть, и человек, который его еще не видел, он садится смотреть, он весь волнуется, а вы уже спокойно знаете финиш, потому что вы его видели. Вот то же самое и у Бога. Он знает уже наперед, что люди сделают. И исходя из этого у него есть выстроенные отношения. У Бога нет лицеприятия, и Господь никого не сотворил для погибели. Человек это делает сам в своем выборе. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok